Добрый вечер! Прямой эфир программы Телемикс Новости в студии Виктория Сарада. Мы расскажем о том, что интересного произошло в городе. Новости в студии Виктория Сарада. Весь предыдущий месяц персонал сада и родители трудились над обликом заведения. Здесь сделали капитальный ремонт двух санузлов. Средства субвенции пустили на дополнительное оснащение игровых зон. Было приобретено на эту сумму игровое оборудование, балансиры, карусели, горки. Вы это все видели. Очень молодцы родители. Оказывали посильную помощь и физическую, и материальную, и сотрудники. Если бы не сотрудники, мы бы всего этого не достигли. Совместный продуктивный труд и отличает слаженный коллектив. Но чтобы получить отличную отметку от членов комиссии, этого мало. Специалисты, среди которых полицейские, сотрудники разных управлений администрации, Роспотребнадзора и пожарные проверяют все до мелочей. Ведь главное – это безопасность детворы. Причем такими разовыми визитами сотрудники в форме не ограничиваются. Бываем в детских садах, в школах, проводим с детьми обучающие беседы. И, допустим, на время засекаем, смотрим именно отработку эвакуации, как действует персонал, все ли правильно, в тему выхода идем или нет. Пожарное оборудование в норме, тревожная кнопка и вся документация в наличии имеются. Специалисты выносят свой вердикт – сад к работе готов. Сад не молодой, но заходишь, как будто ты приходишь в новое учреждение, которое создано в современных таких вот направлениях, тенденциях. Такие визиты ожидают все образовательные учреждения Уссуриска. За июль и август комиссия посетит не только городские, но и сельские территории. Ведь без финального заключения к работе приступать нельзя. Как итог работы комиссии в конкретном образовательном учреждении – это подписанный акт приемки образовательного учреждения к новому учебному году, который подписывается всеми представителями организации, которые участвуют в приемке. В случае, если есть замечания, то они устраняются в свое время, дается какой-то срок на устранение. Ну а после – повторный визит специалистов. Приемочная комиссия работает первый день и успела проверить 4 сада и 2 коррекционные школы. Всего за лето 82 образовательных учреждения получат отметку готовности, чтобы с 1 сентября без срывов начать образовательный процесс. Ольга Муравьева, Антон Байцеховский, Телемикс. Предъявите ваши документы. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Но работа кипит в штатном режиме. О том, как проходят рабочие будни уссурийского ГИБДД, узнала наша съемочная группа. 231 вызываю. Где находитесь? На часах 10 утра. Телефон в дежурной части не смолкает. О профессиональном празднике, дне ГИБДД, ни слова. Не до этого. Время не ждет. В среднем за день тут принимают больше 10 вызовов на ДТП. Дальше оформление протоколов и проверка водителей по базе данных. Все в зависимости от погоды. У нас люди, если солнце плохо, ездить плохо, снег тоже самое, дождь. Всегда магнитные бури на людей действуют. Все от этого зависит. У инспекторов дорожного надзора работа другая. Сначала обработка документов, после выезд на место ДТП. В честь праздника сотрудники принарядились, надели белые рубашки. Но отмечать не время, нужно работать. У Сергея Толстенко случаи на работе были разные. Однажды увидел, что водитель не контролирует машину. Сразу понял, нужна помощь. Подъехали, выбежали. Увидели, что заблокирована машина, человек с признаками приступа эпилепсии. Вместе с гражданскими открыли машину. Вытащили, уложили. Помогли нам гражданские провести действия для того, чтобы гражданин не задохнулся. Работа в ГИБДД ответственная и напряженная. Сильный пол справляется не везде. Тут за дело берутся хрупкие женщины. В их отделе задачи на день уже поставлены. Что сказано, выполнять. Идет оформление материалов о нарушителях. Евгения уже шесть лет работает в ГАИ. От службы до сих пор каждый день получают удовольствие. Здесь очень много бумажной работы. Соответственно, естественно, мужчина, ему, конечно, проще на дороге оформлять. А уже оформлением всех документов, всех материалов, это уже, конечно, ближе к женщине. То есть она более кропотлива, все это разрешает материалы. Срочные вызовы – дело обычное. На дороге бывает всякое. Работы много даже в праздник. Говорить особенно некогда. А мы желаем сотрудникам ГИБДД терпения, понимания, хорошей погоды и главное – всегда держать под контролем ситуацию на дороге. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс. Маленький дождь, большие проблемы. В редакцию программы Телемикс новости обрадился житель дома Похмельницкого-9. Пенсионер устал регулярно форсировать озеро под подъездом и с боязнью ждет приближение тайфуна. Наша съемочная группа постаралась разобраться в ситуации. Любой продолжительный дождь меняет быт жителей этого дома. Пятиэтажка Похмельницкого-9 стоит ниже всех зданий в своем районе. Как результат, двор постоянно затапливают ливневые стоки. Добраться от подъезда до тротуара можно только по щиколотку в воде. В управляющей компании о проблеме знают, но помочь мало чем могут. Каждый раз по адресу высылают машину для откачки воды. Но это не решает проблему полностью. Юрий Соланов, житель дома, говорит, что десятки лет вода со двора уходила в канализацию. Но года два назад Уссурийский водоканал заделал отверстие слива. Теперь стекать некуда. В период массовых осадков мы должны решать вопросы и по другим домам. Мы не можем акцент делать только на один дом. Поэтому, к сожалению, да, не всегда получается оперативно этот вопрос решать. Естественно, если этот вопрос все-таки будет решен с той ливневой канализацией, которая есть, всем будет хорошо. Специалисты водоканала нам пояснили, что действительно заделали сток ливневых вод. Тем самым ликвидировали незаконную врезку в канализационный коллектор. На честные сооружения поступают только хозяйственные отходы горожан и предприятий. Миллиарды микроорганизмов очищают стоки от вредной органики. А вода с улицы содержит в себе нефтепродукты и масла, которые смертельны для полезных бактерий. Потому для ливневых стоков нужно сделать другой путь. Какой, пока не ясно. Жители дома обратились в администрацию округа за разъяснениями. Ждут официальный ответ специалистов. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс. Количество пожаров на объектах бизнеса растет в Уссурийске. Неутешительную статистику обсудили на расширенном заседании общественной палаты округа. Помимо членов объединения, на встрече присутствовали глава администрации, городской прокурор, представители пожарной охраны и бизнесмены. Ответственные за пожарную безопасность не выполняют свою работу. Отсюда возгорание в торговых центрах Уссурийска. Такой вывод сделал начальник отдела надзорной деятельности на расширенном заседании общественной палаты. Встречу предпринимателей с пожарными и прокуратурой организовала администрация округа. Цифры показывают, число происшествий на объектах бизнеса растет с каждым годом. Производственные помещения, общественные здания, на объектах с массовым прибыванием людей. Если раньше в среднем у нас было таких от 3 до 5 пожаров в год, то на сегодняшний день у нас по 4-5 пожаров в квартал. После трагедии в Кемерове прокуратура нашего города вместе с пожарными проверила 22 объекта. Это торговые центры, бассейны, кинотеатр, ледовая арена и другие места с массовым прибыванием людей. Серьезных нарушений специалисты не выявили, зато зафиксировали много мелких недоработок. Основная проблема – это невнимательность руководителей, невнимательность от служащего персонала, это вот запомнение выходов пожарных, такой характерный пример, который практически везде присутствовал. Всего выявлено было 196 нарушений требований законодательства только в сфере пожарной безопасности. Предприниматели не спорили. Почти все ошибки исправили еще до завершения проверок. Потому что маленький недочет, который обнаружили сейчас, может привести к большому пожару спустя время. Чаще всего возгорания происходят из-за неисправности проводки и захламления эвакуационных выходов. Пожары никому не нужны, потому что это убытки, это страшно, это катастрофа. Поэтому мы все заинтересованы, чтобы этого не было. И прилагаем к этому максимум усилий. Долгое время пожарный надзор не контролировал процесс строительства новых зданий. По закону не положено, рассказал председатель общественной палаты Александр Сидоренко. Потому некоторые нарушения огнеборцы смогли выявить только сейчас, когда их обязали проверить торговые центры. Депутаты Госдумы намерены изменить ситуацию. Подготовлен уже рабочий закон. Он сейчас находится на обсуждении. В ближайшее время будет подписан президентом. Он несет серьезные изменения в законодательстве. И во многие федеральные законы. От предоставительного подвеса до уголовного. А пока закон не приняли, сами жители в ответе за свою безопасность. Тимур Кушнарев попросил общественность сообщать в прокуратуру обо всех нарушениях, которые удается заметить в местах массового пребывания горожан. Все факты проверят специалисты. Анна Клыган, Антон Вайцеховский, Телемикс. Определены кандидаты от «Единой России» на дополнительные выборы в местную думу. Тайным голосованием члены партии поддержали предложенных представителей. Это событие стало главным на повестке 37-й конференции местного отделения партии. Традиционно большим составом единороссы встречаются для принятия важных решений. На конференции говорили о работе местного отделения партии. За спиной самые главные выборы президента страны. Уссурийцы показали очень хороший результат по своей активности. 69% избирателей приняли участие в голосовании. Это один из лучших результатов по краю. Впереди очередная выборная кампания. 9 сентября приморцы отдадут свои голоса за губернатора края. А 26 августа жителям нашего города предстоит определиться со своими предпочтениями в местную думу. На 37-й конференции партии тайным голосованием утверждены кандидаты от «Единой России». Выбирать депутатов будут по 4-му и 9-му избирательным округам. Вместо выбывших Николая Панченко и Юрия Шандры. На эти места претендуют Дмитрий Устенко и Сергей Кликовкин. Оба представителя партии прошли процедуру «Праймерис» и получили поддержку от однопартийцев. Их фамилии теперь точно будут в избирательных бюллетенях. 50 лет в обед. Дом по Некрасова 110 отметил полувековой юбилей. По такому поводу жители устроили праздник, на который с поздравлениями приехал глава округа Николай Рудь. С песнями и танцами отмечают юбилей на Некрасова 110. Этим летом пятиэтажке исполнилось 50 лет. По такому поводу жители собрались всем двором. Все жители любят свой дом, все переживают. Одни меньше, другие больше. Но как бы все равно все стараются, все любят свой дом, все работают по мере необходимости, выполняют какие-то поручения. Дом по Некрасова 110 – дело рук работников стройтреста номер 34. Они же и заселились в новые квартиры вместе со своими семьями. До сих пор в пятиэтажке много долгожителей. Когда этот дом построили, и мы сюда с мамой заселились, вот в этот первый подъезд, мне было 12 лет. Прошло полвека, мне уже 62 года. Вот так пролетело время. Я со своими сестрами приехала в этот дом, когда мне было 10 лет. С первого дня? С первого дня заселения. Это было ровно 50 лет назад, 14 июня. Вот уже нет наших родителей, в этой квартире живет теперь наша сестра. И вот я, моя сестра и еще одна сестра, все живем в Приморье, но в разных городах. И все говорим, поехали домой, поехали домой. Значит, куда? К Гали. На праздник приехал глава Уссурийска и депутат этого избирательного округа. Николай Рудь хорошо знает двор благодаря его неравнодушным жильцам. Дворвую территорию мы делали, бордюры делали. Да много-много чего здесь делали. Оказывали помощь. Но, конечно, жители были не безразличны. Они инициаторы были, но я им помогал. Сотрудники управляющей компании вручили юбилярам ценные подарки. А Николай Рудь наградил дипломами Думы самых активных жителей дома. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Два в одном. День молодежи отметили в день выпускного. Бесплатный вход на стадион. Спортивная акция стартовала 1 июля. На складе концтоваров есть все, что к школе нужно. Линейки и резинки, карандаши, точилки, тетради, методички, учебники и книжки. Портфель собрать тут полный помогут вам друзьям. Малыш и старшеклассник найдет все для себя. Склад-магазин концтоваров «Дружба». Улица Волочаевская, 66. Телефон 32-82-99. Мега-сосиски. Много. Вкусно. Попробуй реальность на вкус. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. День молодежи в этом году в Уссурийске отметили позже обычного. Организаторы подстроились под самую яркую и веселую категорию гостей, выпускников. На центральную площадь на звуке концерта слетели сотни красивых и счастливых молодых людей. Самые активные попали в объектив нашей телекамеры. Это традиция, когда выпускники приезжают на площадь, чтобы такой знаменательный день увидеть, весь город нас увидел. Я думаю, что сегодня будет очень жарко и очень классно, поэтому всем выпускникам 2018 года я желаю очень хорошей ночи. Мы из подсиловки. Мы приехали на выпускной отпраздновать свой. Подождите, а почему вас так мало? Такая маленькая школа. Выжили сильнейшие. Мы со 131-й школы. У нас сегодня выпускной. Мы безумно рады, что мы хорошо закончили школу. У нас аттестаты, дай бог, хорошие, без троек. Да? Да. И мы очень счастливы, что наконец-то закончили школу. Какие планы на ночь? На ночь? Встречать рассвет. Да. Выжить. Да. Это традиция приезжать сюда на площадь. Должны быть памятные фотографии. Ну, еще одной традиции нам не хватает. Это ленточки привязываются. Но мы этого делать не будем. Это традиция не только у нас, а у всех выпускников. Многие сюда приезжают пофотографироваться, как-то поднять себе настроение, полюбоваться красотой усыриска. Мы все рады. У нас выпускной. Мы гуляем, отдыхаем. Всех целуем. А меня? Какие планы у вас на сегодняшнюю ночь? Кто расскажет? Пойдем на то, поедем. Чилить, кутить, да, все дела. Чилить что значит? Чили, чили, перец. Вот это соус. Продолжит выпуск наша постоянная рубрика «Телеконсультант». Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 33-72-74. Соседи сверху устанавливали кондиционер. Фирма-установщик при использовании автовышки умудрилась повредить нам обшивку балкона. Подскажите, пожалуйста, кому нам теперь предъявлять претензию? Соседям или фирме? И как в данной ситуации можно что-то доказать? Так как договор заключали не соседи снизу, то однозначно они предъявляют свои претензии заказчику, то есть соседям сверху. И можно сразу же в исковом заявлении указать третьим лицом, если знаем, и установщиков. А уже в суде, то есть соседи, которые сверху, будут привлекать установщика. И впоследствии будет решен вопрос, кто конкретно будет отвечать. Исковое заявление составляется в произвольной форме, то есть образцы есть в интернете, никаких специальных форм не предусмотрено законодательством. Главное доказать, что был причинен ущерб, то есть для этого рекомендуем обратиться в управляющую компанию, ну или ТСЖ, кто управляет домом, для составления акта. Также, если ущерб достаточно большой, можно привлечь оценщика для оценки причиненного ущерба. И с вот этими документами, то есть с актом, ну или сделали еще и оценку, легко взыскиваются деньги в суде. Жители Ираковской территории оштрафовали за мусор. Административная комиссия проверила у селя наличие договоров на вывоз твердых бытовых отходов. Также специалисты зафиксировали несколько нарушений по содержанию придомовой территории. Подробности далее. Должники по вывозу бытовых отходов с административной комиссией общаться не хотят. Хозяйке этого дома удалось уйти от разговора, но не от ответственности. Приглашение на заседание комиссии оставили в почтовом ящике и двинулись дальше. Ремонт Параковский. Хозяин этого участка камазом закрыл дыру в заборе, а заодно и кювет для сбора воды. На следующей остановке административной комиссии еще одно транспортное средство в Канаве. Уже не рабочее. Селянин объяснил, дома ставить некуда. Куве для чего у нас должен быть? Для обеспечения стока. Воды. По правилам занимать территорию общего пользования без разрешения нельзя. На пенсионера составили протокол об административном нарушении. Я вам рекомендую до 4 июля все эти свои транспортные неисправленные средства убрать, потому что вы придете к нам и будете объясняться. В соседней глуховке тоже нашлись нарушители, поэтому адрес у хозяев не дождались. Но в почтовом ящике оставили приглашение на беседу. Сосед неплательщика из интереса вышел пообщаться с комиссией и сам оказался нарушителем. Не заключите договор в течение 10 дней. Будем приезжать через каждые 10 дней вас штрафовать. В этом дворе тоже нет договора, но хозяева согласны платить за вывоз мусора. Тариф всего 68 рублей в месяц на человека. Только оформить документ нет возможности. Неудобный рабочий график и отсутствие личного транспорта. А ехать нужно в соседнюю раковку. Работаем нам. Ну никак не получается дома сидеть, ждать, когда приедут, это заедут. А в раковку тоже там. Туда попадешь, а обратно на попутках приходится. На днях глава отдела по работе с территориями заедет к селянам в удобное для них время. Вывозить мусор можно и самостоятельно на городской полигон и показывать комиссии квитанции об оплате. А тех, кто не хочет законно утилизировать свои отходы, ждет штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Бесплатный вход на уссурийские стадионы теперь доступен детям до 14 лет. Акция начала действовать с 1 июля и продлится до конца летних каникул, сообщили в администрации округа. Без билета можно пройти на три стадиона. Городской на улице Фрунзе 32, Локомотив на Слободской 6 и Патриот по Комсомольской 87А. Специалисты провели мониторинг посещаемости этих спортивных площадок. И исследование показало, что чаще всего на беговых дорожках и футбольном поле можно увидеть детей до 14 лет. Потому свободный доступ решили сделать именно для этой возрастной категории. Возможно, в следующем году порог поднимут до 18 лет. Напомним, возможность детям бесплатно заниматься спортом на городских стадионах не раз обсуждалась на заседаниях местной думы. Депутаты обратились в администрацию округа, которая в итоге дала положительный ответ. На этом пока все. Сюжеты вы также можете посмотреть и на нашем сайте телемикс.тв. В студии прямого эфира работала Виктория Сарада. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok